Ну что, друзья, время пришло. The time has come. Я решила снять видео, которое откладывала уже где-то 5 лет, все ждала какого-то супер подходящего случая. Самое важное видео, мне кажется, для любого книжного блогера, которое максимально полно и ярко расскажет о его вкусах, не сведущему зрителю, это мои самые, самые-самые-самые-самые-самые-самые-самые любимые книги. Я очень жалею, что не сняла это видео 5 лет назад, когда собиралась, я бы его все равно сейчас могла переснять в этот же день, и книги были бы абсолютно другие, было бы просто интересно сравнить, что изменилось. В итоге устала я ждать этот идеальный случай, который, как мы знаем, никогда не наступает. Сейчас в 2 часа дня, ужасная темень в комнате, дождь барабанит по подоконнику, я вообще не готовилась, потому что времени уже нет, и еще куча дел на сегодня. Схватила книги с полок, и сейчас вам о них расскажу. Ну, как водится на моем канале, никакой организации, только экспромт, только хардкор. Решила я расставить книги по местам, чтобы было интересно смотреть, но, конечно же, вы понимаете, что все книги я люблю одинаково, каждая из них дала мне какие-то разные эмоции и впечатления, и пищу для ума, так что, ну, попробуем разделить, чтобы, опять же, было интересней. На 10 месте книга, которая открыла для меня великий и ужасный мир нонфикшена, в котором я до сих пор робко бултыхаюсь, это 1913 лета целого века, Флориан Ильяс, единственный нонфикшен в этой подборке. Книга, которая показала мне, вообще вот открыла мне глаза, что за каждой книгой, за каждым произведением искусства стоит какой-то отдельный человек, жизнь которого, возможно, даже еще интереснее, чем само его произведение. И я вот бросилась изучать личности, интересующих меня людей, личности писателей своих любимых книг, или вот ринулась в искусство, открыла для себя огромный неизведанный мир, который не смогла до сих пор полностью охватить. И еще мне эта книга показала, что все в нашем мире связано, особенно вот искусство, да, и окружающее, то есть политика, международная политика, то есть один взмах крыла какой-то бабочки действительно на другом конце планеты может породить шедевр Пикассо, или из-за какого-то одного дуновения ветра могут встретиться двое людей, которые потом в итоге, благодаря влиянию друг на друга, стали гениальными поэтами. И, короче говоря, мне стало очень интересно разматывать этот тугой клубок мира искусства, пытаться в нем как-то разбираться. Это срез культурной жизни, именно вот конкретно в 1913 году, который рассказывает о каких-то поэтах, писателях, политиках, которые что-то делали в этом году, в какой-то конкретный месяц. Например, расскажет эта книга о Кокошке, который пытался нарисовать великий шедевр, чтобы покорить сердце возлюбленной, и о Кавке, который все никак не мог понять, готов ли он к серьезным отношениям. Расскажет эта книга о Фрейде, который терпеливо выслушивал своих пациентов на кушетке, и о Рильке, который постоянно болел. Расскажет эта книга о Гитлере, который успешно не попадал в художественную академию, и очень злился из-за этого, и который, возможно, прошел мимо Сталина в парке в Вене. И, конечно же, о Кавке, который все никак не мог понять, готов ли он к серьезным отношениям, и о все том же Рильке, который все точно так же болел. Здесь очень много интересных фактов, опять же, судя по количеству закладок и дополнительных распечатанных мной материалов, которыми хочется эту книгу дополнять и заполнять. И, в общем, после этой книги я, опять же, ринулась изучать современное искусство. Мне стало очень интересно даже почитать биографию многих поэтов, потому что здесь действительно очень интересные истории, которые, возможно, переплюнут многие фантастические истории выдуманных книг. Так что почетное десятое место. Спасибо большое, что взяла меня за руку и провела в мир изобразительного искусства. Следующая книга покажет то, что я очень люблю в литературе. Это книга-игра Жоржа Перек и его «Жизнь. Способ употребления». Возможно, была бы она чуть повыше в топе, если бы я ее перечитала когда-то в этом или в прошлом году. Надо ее уже освежать у себя в памяти. Это действительно книга-игра великого такого экспериментатора литературного Жоржа Перека, который попытался перенести искусство пазла на бумагу и воплотить это именно в литературной форме. И Жорж Перек предлагает читателю из маленьких разрозненных кусочков собрать какую-то общую картину. И что же за обложка у этой коробки с пятью тысячами кусочков пазла? Это девятиэтажный дом по адресу Симона Крюбелье, 11, по-моему, как-то так. И Жорж Перек очень терпеливо и очень подробно опишет каждую комнату, в каждой квартире, на каждом этаже этого дома. И он не обойдет вниманием ни одного жителя, ни прошлого, который уже съехал, ни настоящего, который все еще живет в этом доме. Он расскажет истории всех, даже хомячка. Очень я люблю вот эту манеру подробного описательства, когда ты куда-то подглядываешь в какую-то комнату, смотришь за бытом других людей. Здесь мы сможем покопаться в этих маленьких шкатулочках с кучей безделушек, которые собирали жители, да, вот поперебирать какие-то пуговицы, фантики. Я очень люблю вот в таких каких-то коробочках копаться у чужих людей, с их позволения, конечно же. И здесь Жорж Перек нас проведет, нам даст возможность покопаться и посмотреть. Он не пропустит ни один какой-то пыльный клубок под диваном. Он пересчитает все трещины на штукатурке. То есть очень такое подробное описательство жизни огромного этого дома, такого гигантского механизма. Эту книжку можно читать, опять же, как сборник рассказов об очень интересных жителях, очень эксцентричных. Как сборник описания, да, интерьера можно учиться писательству и о писательству по этой книге. А еще в этой книге можно находить отсылки к другим писателям. Им подмигивание, поклоны здесь и детективные истории в духе Агаты Кристи. И какое-то невероятное Борхесовское волшебство. И старомодные приключения Жюля Верна. Все какие-то эти рассказы, так или иначе, это какая-то отсылка к другим писателям. То есть книжку можно читать как угодно. Можно читать с какого угодно места. Можно перечитывать сколько угодно, и это не надоест. Здесь какие-то графики, перечисления, таблички. Лифт временно не работает. Рецепты. Все, что можно найти в квартирах, в комнатах у других людей, здесь все это есть. И истории, чтобы вы не подумали, что книга скучная, перечисления обыкновенных комнат, обыкновенных людей. Истории здесь великолепные. Например, здесь есть история безрукого скелета. История невесты, похищенной берберскими пиратами. Тоже есть такая. История хомячка, лишенного любимой игры. История женщины, которая 83 раза вызывала дьявола. История ювелира, который был убит трижды. То есть здесь очень много историй, они все очень интересные. И книжка, опять же, она долгоиграющая, к ней постоянно хочется возвращаться. И опять же, пытаться визуализировать для себя этот дом, как он устроен, как одна комната влияет на другую, как временно неработающий лифт влияет на жизнь всех этих жителей. Великолепная книга. Восьмая книга, это был действительно огромный сюрприз на моем литературном пути, потому что всю свою жизнь я считала, что мне эту легендарную классику читать не надо. Ну что может быть интересного в похождениях, в поездках по Америке какого-то, ну скажем так, алкоголика-бродяги, да, и его гуляниях с друзьями. Думаю, многие уже догадались, что это за книга. Это Джек Керуак в дороге. И когда я ее прочитала, я поняла, почему Керуак считается таким главарем битников. Почему его книга вдохновила людей по всему миру. Собирать рюкзаки и выдвигаться в путешествия. Во многом и ради того, чтобы выломать Джеку Керуаку дверь в доме и посмотреть, как жил их бог, или попросить автограф, или у матери что-то попросить Джека Керуака. Она вдохновляет. В ней столько любви к жизни, в ней столько вот такого удовольствия, да, от жизни, совершенно неожиданного для нас уже потерянных в этом индустриальном капиталистичном мире людей, что ты понимаешь, что вот все эти ценности, да, огромное количество машин, каких-то безделушек, шмоток, вот этого всего, к чему, мне кажется, многие сейчас стремятся. Я, к сожалению, не в исключении. Это все какие-то надуманные ценности. Это все абсолютно неважно. Вот кто умел любить и наслаждаться жизнью. И даже когда он спал под открытым небом, укрываясь ободранным плащом и подкладывая себе вместо подушки рюкзак со сковородками под голову, он наслаждался жизнью. Когда он три дня голодал, а потом выпивал самый гадкий в мире, похожий по вкусу на грязь, кофе на заправке, это был самый лучший кофе на свете. И вот когда ты читаешь это наслаждение от жизни, оно как-то в тебя проникает. И эти его встречи с друзьями, его пьянки, гулянки, танцы в барах под джаз. Столько в этом заразительного, столько в этом чистейшего удовольствия. И вот мне кажется, эта книга во многом такой вот ответ на вопрос, что такое счастье и как можно счастливо прожить свою жизнь, отринуть все вот эти обязательства, какие-то сбросить в себя якори жизненные, прекратить охотиться за наживой, за деньгами, за капиталом, за прибылью, а просто как-то, не знаю, объединиться с природой, да, пуститься в путь, отправиться. Великолепная книга. Единственное, что не пейте, как Керуак, это точно не рецепт счастья, лучше не надо. На седьмом месте книга, возможно, не самая моя любимая среди постмодернизма и, возможно, не самая моя любимая среди магического реализма, но она, возможно, как раз-таки и зародила во мне любовь к этим двум направлениям, поэтому всегда, когда я о них думаю, я вспоминаю именно ее. Это Горан Петрович, Атлас, составленный небом. Совершенно волшебнейшая книга, вот такой островок какой-то магии в серых буднях, рассказывает о доме, крышей которому служило небо, и в котором живут совершенно необыкновенные такие вот персонажи, подковник, например, который был очень низенького роста и искренне был убежден, что секрет, как подрасти, он может найти во сне, поэтому он очень много спал. Молчаливая Татьяна, которая не проронила ни слова за всю эту книгу, но зато прекрасно пела. Здесь есть Андрей, который играл в прятки со своей возлюбленной, спрятался за диваном, а она куда-то исчезла. И вот уже несколько лет он все сидит за диваном и ждет, когда же его любимая вспомнит про игру, вернется и все-таки отыщет его, чтобы она смогла его отыскать, он не сходит с места. Здесь есть восхитительные предметы, которые вам тоже бы хотелось себе, например, энциклопедия такого великого, всеобъемлющего знания, которая открывается именно на той странице, на той статье, которая для вас сейчас максимально актуальна, да, с ответом на вопрос, который вы хотите получить. Здесь есть аквариум лунных рыбок, которые были посажены туда от обломков лунного луча, который залетел ночью в комнату и так и не смог выбраться и остался лежать на полу. Сколько здесь вот прекрасного, сколько здесь волшебства, вдохновения, и все это опять же посреди обыкновенного города, да, скажем, по-моему, в Белграде, наверное, он стоит, этот дом. Мне хочется верить, что он там действительно стоит, и что до сих пор ему крышей служит небо, и что до сих пор все эти персонажи живут там. Это как-то утешительно звучит и добавляет немножко красок нашим серым дням. Восхитительный Горан Петрович, сербский писатель, современный, который живет где-то там в какой-то сербской глуши, не пользуется ни интернетом, ни соцсетями, редко дает интервью, просто потому что его очень сложно, мне кажется, найти. Так он забурился в этой Сербии куда-то вглубь, но который вот, видимо, черпает вот этим вот отсутствием интернета с соцсетями вдохновение для своих волшебнейших вещей. Цивилизация, в общем, не испортила его видение прекрасного, и он дарит нам такие восхитительные вещи. Для хорошего настроения, для вдохновения всегда обращаюсь к его книгам. На шестом месте книга, о которой, наверное, лучше не говорить, а которую лучше частично зачитать, не тратить эти драгоценные секунды на какое-то бездумное, бессодержательное писательство, а лучше употребить это время с пользой, потому что это самый прекрасный текст, который видели мои глаза, и мне кажется, больше они ничего прекраснее в жизни и не увидят. Это два сборника рассказов польского классика Бруно Шульца, «Коричные лавки» и «Санатория под клепсидрой». Кстати, он был еще и художником. Вот, опять же, не буду долго расписывать, о чем эта книга, что в ней, насколько красивый текст. Просто вам зачитаю, с вашего позволения, несколько кусочков. Просто расскажу, что это вообще такое. Книга – это сборник рассказов о жизни одного мальчика и его довольно эксцентричной семьи, особенно его необычного отца, который в одном из рассказов оборачивается жуком, Аки Грегор Замза, кавкианский, либо же умирает, и наш герой отправляется в загробный такой вот мир, к нему в гости, посмотреть, как он там поживает. В общем, это такая смесь сюрреализма, какого-то небольшого абсурда, возможно, и очень-очень-очень красивых описаний. Все предметы домашнего обихода подчинялись железной дисциплине, какую завела здесь Аделя. Только пучок павлиньих перьев, стоявших в вазе на комоде, не давал себя утихомирить. Это был элемент своевольный, опасный, чем-то неуловимо революционный, точно разбушевавшийся класс гимназисток, исполненных с виду как бы смиренности, а на самом деле распутного своеволия. Пьер-Яти по целым дням сверлили и буравили дыры в стенах, моргали, наседали друг на дружку, трепеща ресницами и приложив палец к губам, хихикающие и шаловливые. Они наполняли комнату щебетом и шепотом, рассыпались бабочками возле разлапистой люстры, тыкались цветной толпой в матовые состарившиеся зеркала, отвыкшие от движения веселья, заглядывали в замочные скважины. В ту долгую и пустую зиму мрак в городе нашем уродился огромным стократным урожаем. Слишком долго, вероятно, не перебирались на чердаках и в чуланах, сваливая горшки на горшки и пузырьки на пузырьки, слишком долго давали копиться батареям пустых бутылок. Там, в обугленных этих многобалочных лесах чердаков и кровель, стало порождаться и накипать бродильная мрака. Оттуда берут начало черные сеймы горшков, митингование, болтливое и напрасное невразумительное пузырькование, бульканье бутылей и бидонов. И вот в некую ночь вздулись, наконец, половодьем под гонтовыми пространствами фаланги горшков и бутылок и поплыли бесчетным скученным скопом на город. Если вас не убедили эти отрывки, что это самый прекрасный текст, я бросаю вам вызов, назовите мне прекрасней. Эти все, конечно, игры с языками, сюжетами, постмодернизмы, вот эти вот всякие разные, это очень все хорошо, но они никогда не смогут заменить хорошую, добротную и интересную историю, которую мы, как читатели, любим собирать. И вот на пятом месте у меня такая вот моя любимая история, да, повесть, летопись о жизни одного человека. Это Джон Ирвинг «Молитва об Овене Минни». Ован Минни мой самый любимый персонаж, он настолько масштабный, настолько величественный, и его жизнь получила такой, действительно, библейский масштаб, что история вот как-то очень запала мне и в душу, и в сердце. Главный герой, то есть рассказчик здесь не Ован Минни, здесь обычный мальчик, который вот посвятил все, сколько здесь, 700 страниц книги мальчику по имени Оуэн Минни, это учитывая то, что Оуэн Минни убил его мать. Случайно, конечно, но все равно весомый повод ненавидеть этого нахала и не посвящать ему книгу, но Оуэн Минни настолько выдающийся персонаж, что оно невозможно о нем не писать. И этот герой, он наоборот выглядит как совершенно негероический, да, персонаж. Мы привыкли видеть героев, например, вот по мифам Древней Греции, да, по античным комедиям, трагедиям, огромные мужчины, отважные, мускулистые, смелые, бросают вызов, отправляются в плаванье и возвращаются с него через много-много лет, и дерутся с циклопами, противостоят богам на Олимпе. Это совершенно негероический персонаж. Это мальчик очень маленького роста, феноменально. У него очень высокий тоненький голосок, который Ирвинг подчеркивает капслоком. У него кучерявая шевелюра, в которую хочется запустить руку и там немножко поводить пальцами. И этот мальчик знал дату своей смерти. И всю свою жизнь, всю свою героическую жизнь, он выстроил отталкивать вот от этого факта и попытался сделать, да, свою такую вот летопись жизненную более высокой, чем она могла бы быть. Невероятная книга, очень интересная история, душевная, добрая просто. Ирвинг в интервью говорил, что в своей книге он пишет с последней строчки. Я думаю, это как бы очень вот так утрировано, но, наверное, ему приходит какая-то концовка в голову, да, и от нее он уже начинает писать книгу, чтобы к ней привезти. И вот последняя строчка этой книги. Господи, пожалуйста, верни его. Я никогда не устану молить тебя. Голос дрогнул. Слезы подкатывают. О, эта книга все меня захлестывает опять. Движемся к финальной тройке, а пока четвертое место. Уникальная книга, которую, мне кажется, невозможно описать. Этот вызов бросает себе каждый уважающий себя книжный блогер, который эту книгу прочитал. И мне кажется, каждый уважающий себя книжный блогер терпит поражение, потому что обычными словами из нашего мира, по крайней мере, эту книгу не описать, и у меня сейчас тоже не получится. Это Мариам Петросян, да, Мариам Петросян, дом в котором. Мне показалось, что она верх ногами. Я не знаю, как ограниченное человеческое воображение могло породить эту историю. Мне кажется, Мариам Петросян где-то ногтиком-то прошкребла прореху в нашей материи, в нее нырнула и оказалась в какой-то совершенно параллельной вселенной, пооглядывалась там, посмотрела, что происходит, быстренько записала и издала книгу. По-другому я не знаю, как объяснить написание вот этого. Речь здесь идет об интернате, где живут дети. И книга эта по ощущениям похожа для меня, по крайней мере, на лагерь летний, куда тебя отправляют родители всего на две недели, и ты настолько привыкаешь к тамошней атмосфере, обстановке, к тамошнему графику, распорядку, и настолько как-то вот, когда живешь, да, плотно в окружении огромного количества людей, они настолько становятся тебе родными, что ты уже не представляешь по истечении там двух или трех недель, как ты будешь возвращаться домой, как жить той жизнью, которой ты жил до лагеря, да, как общаться с людьми и с друзьями, с которыми ты общался до лагеря. Тебе кажется, что все, ты здесь, это твое место, это твоя семья, по крайней мере, у меня так было, и вот с этой книгой точно такие же ощущения, когда я ее дочитала, я рыдала, ну да и коты, я вот так вот я захлебывалась, потому что я понимала, что этого мира больше нет, а как, это же моя семья, как я могу уходить к другим персонажам, как я могу уходить к другим декорациям, я не хочу, мне хочется быть здесь, а книга уже закончилась. Настолько вот родными они все стали. Эта книга охватывает год перед выпуском из этого интерната наших главных героев и то, как они реагируют на этот факт, потому что они тоже не хотят уходить из этого дома. Если читатель, который две недели провел в доме, не хочет из него уходить, вы представьте, как не хочется его покидать детям, для которых он действительно стал домом единственным, который только можно представить. И каждый реагирует на это по-разному, очень много персонажей, вот это бурление в котле огромного количества людей, которые любят друг друга, ненавидят, борются, влюбляются, дружат и пытаются понять, где им найти свое место в мире наружнем, за стенами этого дома. Очень интересно, очень привязываешься. Я влюблена абсолютно в каждого персонажа в этой книге. Табаки, конечно же, который ездит на своей коляске, звенит, гремит, шуршит, потому что он обвешан всеми побрякушками, которые она ходит и коллекционирует. Лорд с его внеземной эльфийской красотой, которая потом, к сожалению, померкла. В прямом смысле слова ангел, спустившийся с небес македонский, который всем всегда помогал. Стервятник, трагическая, грустнейшая история Стервятника, от которой у меня до сих пор болит сердце, хромого, одинокого человека, я не знаю, слепой, это такой страж, хозяин дома, очень суровый, сфинкс, который всегда поможет, всегда подскажет. Он такой вот добрый, что ли, человек, который ухаживает за домом, который все в нем знает. В общем, я так люблю эти исписанные стены, эти скрипящие половицы, эти темные коридоры и ванны, в которых ночью происходят очень жуткие и страшные вещи. В общем, количество фан-арта по этой книге вам должно показать, да, что мир необычайный, и все как-то пытаются его изобразить, пытаются сделать его каким-то осязаемым для людей. И это действительно очень красиво, мрачновато, очень атмосферно, и привязываешься, опять же, к героям, как к родным для себя людям. Как мне сейчас отпустить дом? Я вот уже не знаю. Подержала его в руках пять минут, и не хочется. Не хочется его отпускать! На громком третьем месте бронзовую медаль получает совершенно тихая и скромная книга, которая, возможно, очень как-то стесняется в компании этих гигантов литературных и стыдливо опускает глаза и пытается уйти в какой-то темный угол, чтобы ее не заметили. Это Джулия Стюартс, Ватт из Перегора. Юмористическая литература, развлекательная, обыкновенная билетристика, третье гордое место. Почему же? Я не знаю, было ли у вас такое ощущение, когда вы читали книгу, что она была написана специально для вас, что вот писатель каким-то образом проник вам в голову, собрал все те мелочи, которые вы очень любите в книгах и объединил их в одной. Я, когда читала эту книгу, я понимала, что Джулия Стюарт либо подслушивает меня, либо умеет мысли читать, либо, не знаю, какой-то мой тайный поклонник, который пытается покорить мое сердце книгой, ну как иначе объяснить то вот просто стопроцентную связь и попадание с ней. Это мой антидепрессант, это таблетка от плохого настроения, очевидно, здесь история камерная, малюсенького городочечка, который даже, не знаю, городочечком, селом назвать нельзя, в нем 33 жителя всего лишь. И наш главный герой Гюйом работает там парикмахером, когда он осознает, что все его клиенты облысели, и должность эта больше не слишком перспективная, он решает сменить деятельность на все такую уже не слишком перспективную для маленького городка, он становится свахой. И так как жителей всего 33, половина из которых уже пересекла отметку 80 лет, а другая половина – это заклятые враги, это все, конечно, превращается в забавнейший просто скетч, такой мини-ситком, очень интересный, как Гюйом пытается заниматься матримониальными делами своего маленького городка, открыть сердца загрубевших немножко людей, вокруг него впустить туда чуточку любви. Очень добрая, очень теплая книга в ней, и французский колорит, французская кухня, очень хороший юмор, который я обожаю, и так часто ищу в современной литературе, но никак не могу найти. Эта книга помогла мне пережить довольно тяжелый перелет домой, когда мы с Ваней вместо трехчасового обычного прямого рейса в Киев, ехали в Киев окольными путями трое суток. И я думаю, если бы не перечитывание этой книги, моя нервная система бы просто отказалась работать после постоянных звонков в Великобританию, попыток обзванивания авиалиний, попытках получить компенсацию за свои билеты, звонков в страны с разницей в 10 часов, с разными часовыми поясами, постоянным пополнением счета, попытками объяснить людям на английском, которые не особо его понимают, что я от них хочу посреди ночи, ночевок в других отелях, в других странах. Мы побывали вместо Лиссабон Киев, мы полетели сначала во Флоренцию, потом в Рим, потом в Киев, еще во всех этих местах мы ночевали. В общем, это была целая эпопея, и опять же, если бы не Джулия Стюарт, я думаю, моя нервная система пошатнулась бы необратимо. И теперь в какие-то очень сложные периоды мне всегда приятно обращаться к этой книге, ее открывать, ее перелистывать. Я ее всегда, кстати говоря, вожу с собой, опять же, на случай таких тяжелых ситуаций, как оказалось, вот не зря, она мне очень помогла. И здесь даже веду список мест, в которых она со мной была. Я его, кстати, давно не обновляла, надо бы дописать. На втором месте книга, которую я очень боюсь перечитывать, потому что я боюсь почувствовать, что она реальна, что она существует. Она настолько безупречна, что, мне кажется, человеческое существо не могло сотворить такое произведение искусства. Оно было спущено мне во сне, где-то вот в голову, и существует исключительно там, что, ну, потрогать ее как-то невозможно. Настолько она уникальна, я не понимаю, как такое можно было написать. Я боюсь, да, чтобы книга стала для меня более понятной. Но хочется, конечно, перечитать, возможно, в следующем году этим и займусь. Это цикл «Гармингаст» Мервина Пика. Эту книгу, как и дом, в котором очень сложно описать, настолько она неординарна, опять же, уникальна в своем роде. Описать ее можно словосочетанием до толкиеновская фэнтези. То есть это что-то, что причисляли к жанру фэнтези, когда его как такового еще не существовало. Да, это толкиен проторил дорожку всем этим эльфам, гномам, этим запутанным вселенным, с огромным каким-то вот устройством, воинами постоянными. И вот сейчас продолжают по этой дорожке многие писатели идти и, да, развивать этот жанр. А тогда этого всего еще не было. И фэнтези это было чем-то вот, я не, очень странным, каким-то необъяснимым. Здесь смесь, да, Чарльза Диккенса и какого-то фэнтезийного мира. В далеком-далеком царстве стоит величественный замок Гармингаст, жители которого ценят ритуалы и традиции больше своей комфортной жизни. Поэтому у них есть огромная библиотека с фолиантами всех их, порой даже самых абсурдных традиций. У них есть хранитель этой библиотеки, который очень тщательно следит за соблюдением всех этих ритуалов, опять же, порой даже самых абсурдных. И в этом замке живут такие огрызки, уже некогда славного рода, очень странные люди, какие-то очень замкнутые, нелюдимые. Там есть графиня, да, или герцогиня. Очень любит котов. У нее очень много белых котов, которые шлейфом ходят за ней по замку. И для них есть отдельная голубая комната. И когда они вместе забегают в эту голубую комнату, создается впечатление облаков в небе. Очень красивая. По замку этому можно бродить бесконечно, открывать множество комнат, это я вам гарантирую. Там есть огроменный расплывающийся повар, угрожающий, устрашающий. Там есть две странные сестрички-близняшки. Там есть дикая девочка, какая-то а-ля Маугли, которая кроме этого замка ничего в своей жизни не видела. И в общем, в этом месте поселяется микроб. Туда приходит работать поварешек Стир Пайк. Очень хитрый, пронырливый, злобный, который смотрит на это место и решает подорвать его до основания. Решает нарушить все эти устои, посеять склоки и раздор в этом месте, столь ему ненавистном. И замок этот начинает потихоньку шататься и обрушиваться. Уникальная история, уникальная вселенная, которая, к сожалению, огромнейшему трагедия для человечества, если бы не болезнь Мэрвина Пика, могла бы продолжаться. Я боюсь представить, насколько томов, но, к сожалению, блин, обычное человеческое тело все-таки не гений ему, да, не помеха. Оно все равно, к сожалению, разрушается. Вот. И этот цикл мог быть бы бесконечным. Там столько было потенциала для продолжения и для развития фантазии автора. И кроме всего прочего, это еще и написано, так что хочется плакать. Вот после Бруна Шульца это второй по красоте текст в моей жизни, который ты читаешь, и ты не веришь, что так можно вообще писать, что такое вообще возможно. Очень надеюсь, что я все-таки решу эту книгу перечитать, сделать ее для себя более понятной и осязаемой, а пока она каким-то таким сновидением блуждает в моей голове. И последняя книга, первое место. Я всю жизнь мечтала, чтобы когда меня спрашивали, какая у тебя любимая книга, мне вот приходила в голову действительно одна любимая книга. Не какое-то огромное количество историй, которые я люблю, и не знаю, какую из них выбрать и назвать, а вот именно одна единственная книга, которую я ночью вам отвечу на вопрос, какая любимая книга, которую я без сознания все равно прошепчу, какая любимая книга. И она у меня появилась в этом году. Я так счастлива. Это теперь моя действительно настольная книга. Это Марсель Пруст «В сторону с Ваном». У Уилки Коллинза в «Лунном камне» был персонаж Дворецкий, у которого была настольная книга Робинзон Круза. И каждый раз, когда этому Дворецкому нужно было найти ответ на какой-то вопрос, каждый раз, когда Дворецкий попадал в какую-то для себя спорную ситуацию, он всегда открывал эту книгу и всегда находил там ответ на свой вопрос. Вот для меня, мне кажется, такой книгой стал Марсель Пруст, которую действительно хочется всегда держать рядом и всегда искать в ней ответы для себя и всегда их действительно находить. Мне кажется, это книга, которая взрослеет и развивается вместе с тобой. Я сравнила прошлое издание, которое я читала в прошлом году и издание, которое я читала в этом году. И многие моменты, которые я себе выделила и подчеркнула, они не сходятся в книгах. Возможно, потому что в прошлом году я была немного другая и в прошлом году немного другие вещи на себя обращали мое внимание. Сейчас я изменилась и мне теперь интересны уже немножко другие вещи. Мне кажется, если я эту книгу буду перечитывать в следующем году, я еще какие-то новые вещи, которые пропускала небрежно глазами, в этот раз я на них остановлюсь, их подчеркну, и они что-то мне расскажут новое, интересное. Мне кажется, эту книгу я могу бесконечно перечитывать, она всегда будет для меня меняться вместе с тем, как меняюсь я. Это первая книга в цикле, где наш главный герой уже зрелый мужчина Марсель действительно путешествует во времени, он отправляется мыслями сначала в свое детство, потом в свою юность, и он разбирает, как пожилые люди, которые трясущимися руками нежно перебирают фотографии в альбоме и вспоминают молодость. Вот он точно так же перебирает свои мысли, ощущения и воспоминания трясущимися руками. Он доходит до истоков каких-то событий, своих поступков, характеров близких ему людей. Он все очень пристально рассматривает вокруг себя и находит у каждого явления, у каждой мимолетной мысли в своей жизни очень глубокие корни, которые уходят вниз. И действительно, после этой книги я как-то начала глубже понимать себя и других людей, мотивы поступков. Когда человек что-то делает или что-то говорит, это не просто что-то мимолетное, секундное. У этого всего очень глубокие причины. И то, какие мы, то, какой мир вокруг нас, у этого всего очень глубокие причины. И вот теперь как-то приятно углубляться в мыслях своих, в каких-то своих рассуждениях, идти куда-то вглубь. что делает Марсель в этой своей книге. И опять же, красивейнейший текст, вот, наверное, в том разряде с Мервином Пиком и Бруно Шульцем. Вещи, которые я действительно перечитывала по несколько раз. Это та книга, на которую мне не жалко было времени во время перечитывания. Мне не хотелось лететь вперед, потому что я и так все знаю, просто чтобы освежить память. И я возвращалась периодически на любимые закладки, перечитывала, зачитывала всем вокруг, еще раз перечитывала, неустанно перечитывала. Настолько это красиво. Она действительно у меня здесь вдоль и поперек вся подчеркнута. И это не просто так. Все слова, как-то большинство строчек во мне отзывались, и мне хотелось их как-то пометить, чтобы не потерять. В итоге здесь все настолько подчеркнуто, что как раз-таки не теряются те вещи, которые остались без подчеркиваний. Вот так я попыталась, друзья, вам рассказать о самых таких теплых, самых моих любимых, самых восхитительных книгах на моих полках, которые сделали меня как читателя, которые сделали меня, возможно, как человека, которые помогали мне двигаться в этом литературном пути, направляли меня, показывали мне, на что обращать внимание, формировали мой вкус, меня и, не знаю, это мои близкие друзья. Хочется такое видео снимать чуть ли не каждый день, чтобы каждый день был повод и возможность взять их в руки, о них поговорить, их перелистать, перечитать, в общем, я надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, вы что-нибудь себе присмотрели, углядели, надеюсь, что вы прочитаете какую-то из этих книг, и она тоже станет для вас близким другом. Заранее извиняюсь, заранее, я уже сняла видео, хочется извиниться перед теми, кто все мои видео смотрит и об этих книгах слышал по 250 тысяч раз и прослушал сейчас в 250 тысяч первый. Ну, а если мы с вами не знакомы, то добро пожаловать, надеюсь, вы здесь задержитесь и мы с вами познакомимся. Спасибо огромное, друзья, за просмотр, крепко-крепко всех обнимаю, пишите для меня свою единственную, любимую, неповторимую, если у вас такая есть, которая сразу приходит в голову. Пока!